Приветствую спустя долгое время отсутствия. Да, меня не было полгода и я вернулась. Почему меня не было? Ну, сначала у меня была сессия, потом отдых от нее и потом новая сессия и уже сейчас я стала более-менее свободной и свежей для создания контента. Что ж, мой стиль рисования. Тот самый пункт, о котором спрашивают люди чаще всего, как я его нашла, почему он такой, что на него повлияло и так далее. Сегодня я отвечу на эти вопросы, но перед этим расскажу о том, что изменилось в моем стиле за этот год. Присаживайтесь поудобнее, наливайте горячий чай, а я начинаю вещать. Ну и по классике подписываемся на телеграм-канал, где все это время я активно постила и буду постить. Ссылочка в описании. Рисунок SpeedPaint, который вы видите сейчас на экране, был нарисован еще в мае, если не раньше. Да, вот так вот затянулось это видео. Сейчас же я уже больше прориснула и чуть позже покажу более свежие работы. Теперь уж точно начнем. Мой стиль претерпел много изменений, но я рассмотрю лишь период с лета прошлого года по сегодняшний день. Причины. Почему я резко решила сменить стиль и что меня на этом натолкнуло? Мне начало казаться, что он не подходит под мои текущие интересы и темы, которые я хочу поднимать о своих рисунках. Мелагидные простенькие анимешные лица с толстой водкой явно не подходили под мои дарк фэнтези вкусы. Может и подходили, но шарма явно не добавляли. Так что я приняла решение сменить стиль, причем кардинально. И теперь начнем рассказ в более хронологическом порядке, как я пришла к тому, что рисую на данный момент. Освежим память, тогда мой стиль выглядел как-то так. Я подавала документы в университет и одним из пунктов было портфолио работ. Я взяла несколько старых работ, но мне хотелось показать свой текущий скилл с лучшей стороны и нарисовать вот эту работу. Именно эта работа стала отправной точкой. Я поняла, что мне понравилось так рисовать и начала менять стиль. Сначала я начала потихоньку уменьшать толщину лайна, добавляя рисунком больше легкости и перешла с акварельной кисти на квадратную. Я начала использовать больше синего цвета в своих работах, а также использовать черный фон. Зачем? Удобно выделять персонажа на его фоне, да и по атмосфере подходило отлично. Через время я, кстати, начала убирать черный фон и делать сами фоны разнообразнее, ведь черный начал приедаться. То воду нарисую, то узоры какие-то, то вообще небо с облаками добавлю на фон. Потом я поступила в универ, где начала подтягивать базу и с горящими глазами начала схватывать всю информацию на лету, так как это было именно то, что мне нужно. Я начала изучать работу мышц по видео спортсменов, так как и сама начала активно заниматься спортом и подмечать всякие моментики, чего раньше не делала. Но вернемся к стилю. В один момент мне разнравилась моя квадратная кисть для теней, и я захотела попробовать сделать свои работы более плавными. Ой, а кто это тут говорил, что не будет пользоваться аэрографом? Поначалу получалось хорошо, но в один момент я начала с ним борщить и поняла, что ну такое, уж слишком мыльно. До того, как я поняла, что это уже перебор, я пыталась рисовать через ЧБ. Если хотите, то однажды детальнее расскажу об этом в другом видео. Но и тут не срослось. Все-таки рисовать через ЧБ, а потом это красить мне не понравилось. Все же приятнее красить обычными цветами, создавая переходы и прочее, чем просидеть перед серым экраном почти весь процесс. Но ЧБ я иногда использую, чтобы перепроверить работу по тону. До этого момента я использовала текстуру бумаги. И в один момент поняла, что бумага искусственно делает рисунок тяжелым и менее детализированным, чем он есть на самом деле. И тоже отказалась от нее. Так что я снова вернулась к стокам и начала использовать текстуру шума, что придало работам свежести и аккуратности, что ли. Я еще больше и больше начала усложнять работы, начала экспериментировать с позами и ракурсами. А я до сих пор помню, как меня подкалывали, мол, почему я учу перспективы других людей, хотя сама ее не использую. Вот теперь использую. Так вот, один период я рисовала только темные работы, но сейчас я стараюсь их комбинировать. Все-таки такой момент в творчестве можно объяснить тем, что я слишком долго рисовала все светлое, даже когда хотела темное, боясь не получить отклика и меньше активности. Скажем так, дорвалась. Но сейчас я собрала аудиторию, которой нравятся и светлые темные работы, а это главное. Сейчас мои работы выглядят примерно так, и я очень довольна своим прогрессом. Объективно, на данный момент мое творчество больше отображает мои мысли и идеи, ежели раньше. Хоть и некорректно называть что-то взрослым в данном ключе, но скажу, что теперь мои рисунки реально выглядят взрослее. Да, я бы и раньше могла такое рисовать в старой стилистике, но новый стиль явно больше подходит под мрачняк, чем большие глаза с толстым лайном. Так вот, иногда мне пишут, что им нравятся мои старые рисунки куда больше новых. Свитерора Фокс, верни мне 2020 веселые рисунки. Это я сейчас шучу, а мне реально подобное писали на полном серьезе. Начнем с того, что это рисовал совсем другой человек. У меня меняются вкусы, мнения и ценности. И также одна из причин, почему я ушла из старой стилистики, банально то, что я не видела в ней развития. То есть, в один момент я реально мыслила, что это мой пик и большего мне не нужно. Да-да, вот это типа мой пик был. Но прошло время, и я поняла, что такой стиль буквально клетка для меня. Так что мне неприятно, когда такое пишут, что старая стилистика лучше. Банально, все мои знания идут на помойку получается в таком случае. Уж очень хотелось высказаться на эту тему. Я все так же могу рисовать и в старой стилистике, но не на полном серьезе. Это света из будущего, и мне нужно ворваться с важным сообщением. Я написала сценарий к этому видео, но по своей глупости полностью его удалила без возможности восстановления. Так что пришлось все переписывать. Ну, и также в оригинальном сценарии я дольше побила на тему, а раньше было лучше, ведь на тот момент, а это два месяца назад, мне достаточно много писали об этом. Естественно, такое давит. Но вернемся к видео. Сейчас я более нейтрально к такому, хоть и иногда глаз дергается. Возможно, это связано с тем, что я начала рисовать и темные, и светлые работы, чередуя. Те самые светлые работы, по которым все ностальгируют. Ну, или я настолько качнула скил, что большинство приняли это без понятия. Подводя итоги того, что у меня сейчас есть, я крайне довольна тем, что имею, и в том числе горда собой. За этот год я сильно подтянула базу. Кстати, моя простая стилистика в прошлом была причиной низких знаний и умений. Все говорят, что чтобы рисовать втилизацию, нужно изучить реализм, но у меня вышло наоборот. Мой простой стиль был обычным незнанием, не более. Я всегда хотела рисовать всеми реализмами. Да, я пару лет назад говорила, что не уйду в реализм. Я не соврала. Сейчас я рисую всеми реализмами, то есть пропорции не прям реалистичные, а как раз как раз таки да. Я чувствую себя счастливой, рисуя таким образом. И даже сейчас я не чувствую, что это мой пик. Я понимаю, что могу еще лучше и круче. Я пару лет назад даже не подумала бы, что окажусь даже на таком уровне. А сейчас я отвечу на пару вопросов о моем стиле рисования. Да и вообще о стиле, который вы задавали в моем телеграм-канале. Как не скакать во ртах от одного стиля к другому? Если вы новичок, то это абсолютно нормально, ведь вы в поиске себя и своих возможностей. Рано или поздно он сам устаканится, но можете проанализировать свои любимые элементы и попробовать их повторять в других работах. Если не понравится, то можете изменить набор этих элементов. Не бойтесь экспериментировать. Ты рисуешь сначала фон, а потом персонажа или персонажа, а потом фон. В основном сначала фон, а потом персонажа. Но бывает и наоборот, либо параллельно. Сколько раз вы меняли стиль рисования за весь период вашего творчества? За 7 лет он менялся раз 5, наверное, в плане главных переломных моментов. Много это или нет, решать вам. Как тебе удобнее начинать покрас артов? С чего ты обычно начинаешь? Намечаешь основной цвет, а остальное в рендере или же мелочи тоже стараешься пометить в начале? Я делаю цветной скетч, а потом на этапе рендера просто его прорисовываю, подгоняя под границы лайна. И всегда, конечно, в зависимости от сложности работы. Если рисунок достаточно простой, то не делаю цветной скетч вообще. Когда ты поняла, что у тебя появился свой стиль, не похожий на других. Я бы не сказала, что он сильно прям уникальный, но приобрел отличительные черты только год или полгода назад, когда я начала рисовать такие вот носы. Что явно выделяло меня среди стилей с идеальными маленькими носиками. Как ты не умираешь от всей этой детализации? Поначалу было очень сложно, но со временем привыкаешь прорисовывать все эти швы, шнурочки и прочее, и начинаешь получать от этого удовольствие. Это как разрисовывать детализированный раскрас. Как рисовать с натуры, при этом в своей стилистике и не уходить в реализм и полное копирование того, что видишь перед собой. Советую взять черты своего стиля и представить, как бы выглядел человек с другими пропорциями, при этом оставаясь похожим на самого себя. Стилизация это не про одинаковые лица в каждом рисунке. Часто новички загоняют себя в рамки стиля, боясь как раз подобных ситуаций с натурщиками, что и у меня кстати было. Так что попробуй изменить пропорции человека под свою стилистику, также эмоции, но в своем стиле, ту же позу, но в своем стиле и так до бесконечности. Даже не обязательно идеально повторять позу, ведь вот так сюрприз, можно ее немного поменять, ведь даже анатомию ломают под стилистику. В какой момент ты начал рисовать, используя стиль? Наверное, когда осознанно начал рисовать? Лет 7 назад. Когда вы поняли, что нашли свой идеальный стиль? Я его еще не нашла, все еще в процессе. Скажем так, периодами нахожу и сижу с ним в обнюдь, и периодами опять его ищу. У вас красивый нос. На рисунках? Спасибо. Чем отличается стиль от реальных косяков в анатомии? Как говорится, хороший вопрос. Хороший стиль всегда смотрится гармонично. Никогда не видела, чтобы одна рука короче другой была стилем. Так что это косяк анатомии. А большие уши могут быть стилем. Главное это вписать гармонично и уметь жонглировать этими особенностями, создавая приятные стилистические работы. Базовые навыки все равно никто не отменял. Какое чувство ты испытывала, когда поняла, да, это точно тот стиль, к которому я стремилась так долго. Наверное, спокойствие. По крайней мере, я теперь меньше метаюсь туда-сюда, постоянно по 200 раз скача из одной крайности в другую, когда создаю новые рисунки. Какие фичи используешь в лайне? Карандаш 6b для лайна и блюр дубликата лайна. Интересно, сколько времени вам требуется на отрисовку лайна? И как вы пришли к тому, что начали усложнять свою стилистику в целом? Что повлияло на это и чувствуете ли вы, что больше получаете от этого удовольствия? От часа до пяти часов. Мне начало казаться, что я не вижу, куда мне развиваться в своей прошлой стилистике и приняла решение кардинально сменить все. Определенно сейчас я чувствую больше удовольствия и такой процесс для меня очень медитативен. Сколько вы тратили время раньше на полноценку и сколько тратите сейчас? Раньше от двух до пяти, а сейчас от двух до шестнадцати часов. Обычно по десять на рисунок средней сложности. Какие дальнейшие планы на стиль? Все больше и больше усложнять работы, больше детализации и больше сложных поз, ракурсов и освещений. Это в общем. А так, очень хочу больше маневрировать с текущим семиреализмом, используя новые ракурсы, темы и эмоции. Подводя итоги видео, могу сказать, что не бойтесь резко менять стиль и экспериментировать, а также слушайте свое сердце. Оно уж точно не даст соврать. Да, меня давно не было. Скучала ли я по созданию видео? И да, и нет. Я сама себя загнала в яму, где должна была улучшать подачу в каждом видео. Это настолько на меня начало давить, что мне не хотелось ничего снимать. Но сейчас я понимаю, что подача сама со временем улучшится, и не стоит давить на себя. Так что постараюсь сделать видео без давления на саму себя. Возможно, видео станут чуть проще в целях ускорения процесса создания. Посмотрим, что будет, то будет. Ну, надеюсь, и я не пропаду снова на полгода. Спасибо большое за просмотр, и отдельно спасибо всем тем, кто до сих пор не забыл обо мне. Подписывайтесь на телегу в случае моей пропажи, там я уж точно об этом всем оповещу. Ну, и до новых встреч на этом канале. Пока!